На всех образовательных площадках НИАУМИФИ накануне прошли дни карьеры госкорпорации Росатом. Это одно из самых масштабных совместных мероприятий вуза и государственной корпорации. Без привлечения можно сказать, что в эти дни решается судьба студентов. Молодые специалисты встречаются с работодателями, представителями атомной отрасли и не только. Дни карьеры Росатома прошли в Волгодонском инженерно-техническом институте НИАУМИФИ. Подробнее о том, как это было, расскажем в нашем сюжете. Вот уже 4 года в Витине и ЯУМИФИ проходят дни карьеры Росатома. Студенты 4 и 5 курсов получают возможность напрямую пообщаться с работодателями, в основном представителями атомной отрасли. В этот раз на встречу с будущими работниками пришли руководители 25 ведущих предприятий Волгодонска. Атомэнергоремонт, Атомаш, ТЭЦ-2 и, конечно, Ростовская атомная станция. Руководители всех этих предприятий видят в студентах Витине и ЯУМИФИ своих будущих коллег и даже преемников. Каждый год 22 декабря, это вы знаете, наш профессиональный праздник Дни энергетика. И каждый год, когда мы празднуем это мероприятие, наш праздник, молодые ребята и девушки, которые приходят к нам на станцию, они выходят на сцену, значит, те, кто поступили к нам на станцию в текущем году. Я вам искренне желаю, чтобы, когда мы будем в 2014 году, 22 декабря, празднуем День энергетики, вы увидите нас в целом ДК Курчатова, как работники Ростовской атомной станции. Спасибо. Руководитель Витине и ЯУМИФИ Валентина Руденко в свою очередь рассказала о той высокой планке, которую ставит перед ВУЗом атомная отрасль. Институт отвечает уровню современных высокотехнологичных предприятий, в том числе Ростовская АЭС. По минимальному и среднему баллу ЕГЭ наш ВУЗ – единственный из всех ВУЗов Ростовской области, университетов и филиалов, который имеет минимальный проходной 52,5 балла. Выше нас нет ни одного, а ниже нас находятся все ВУЗы, в том числе и главные университеты, которые находятся в Ростове. Это показатель такого высокого рейтинга абитуриентов, но и задача, которую ставит перед нами госкорпорация, она тоже очень серьезная. Востребованность атомной отрасли в специалистах, которых готовят в Витине и ЯУМИФИ, подтверждается и инновационными формами взаимодействия между работодателями и ВУЗом. К примеру, сегодня между Ростовской АЭС и Волгодонским инженерно-техническим институтом заключено беспрецедентное соглашение. Согласно договоренности, успевающие студенты по итогам собеседования смогут заочно пройти весь необходимый входной контроль для работы на станции. Учащиеся в Витине и ЯУМИФИ смогут сдать экзамены по технике безопасности, охране труда и другие еще во время написания своего дипломного проекта. И после его сдачи сразу же приступят к работе на Ростовской АЭС. Это сэкономит и для молодых специалистов, и их работодателей-атомщиков, около полугода. Они уже будут трудоустроены, они будут получать заработную плату, то, как и положено. И к 1 июля, после защиты дипломного проекта, они могут приступить к работе. Это хороший такой проект. Мы надеемся, что его технологию отработаем сейчас с Ростовской атомной станцией, а в перспективе со всеми предприятиями, входящими в госкорпорацию Росатом в нашем городе. Что касается самих дней карьеры Росатома, то в Витине и ЯУМИФИ они также не ограничились только словами. По завершении торжественной части для студентов провели ярмарку вакансий. Любой желающий мог оставить свое резюме и напрямую пообщаться с представителями каждого из 25 представленных предприятий. В рамках мероприятия, оно, к слову сказать, проходило в течение двух дней, проводились и различные деловые игры и тренинги. А также для студентов и преподавательского состава МИФИ, генеральный директор госкорпорации Росатом Сергей Кириенко в режиме видеоконференции прочел лекцию. Информация о том, в каком русле сегодня развивается атомная отрасль, во многом также поможет в выборе конкретного направления в будущей профессиональной деятельности. Студента Витине и ЯУМИФИ активно привлекают не только на ведущие предприятия, но также и в общественную жизнь города. Отдел по молодежной политике администрации Волгодонска совместно с молодежным парламентом и молодежным правительством организовали сегодня серию встреч со студентами городских вузов и СУЗов. Цель такого неформального общения – привлечь молодых людей к активной общественной деятельности. Такое мероприятие прошло в Витине и ЯУМИФИ. Представители отдела по молодежной политике рассказали о 17 действующих общественных организациях и пригласили студентов к ним присоединиться. Узнали студенты из социальных проектов, реализуемых членами молодежного правительства Волгодонска. Один из его участников, Сергей Федоров, представил свой проект молодежного радио и привел примеры того, какие насущные вопросы можно решать при помощи молодого СМИ. Лично я пришел сюда рассказать о молодежном правительстве, чем оно занимается и какие сейчас проекты реализуются в молодежном правительстве. Найдутся сторонники, которые будут и помогать мне реализовывать свой проект, и, думаю, найдутся люди, которые будут помогать моим соратникам. Михаил Хабаров в своей презентации вкратце обрисовал деятельность молодежи в нашем городе, а также рассказал об инициативах местного отделения молодой гвардии и организациях молодых атомщиков, которые он возглавляет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!